Артёма Балова из Пензы нет ещё и 16-ти, при этом его считают одним из самых талантливых и перспективных игроков в России. Недаром в этом году молодой спортсмен заработал самый высокий рейтинг регулярного чемпионата Приворского федерального округа. Именно его причисляли к главным фаворитам суперфинала, который прошёл в Ульяновском клубе «Меркурий». Доволнения уже особо нет такого, потому что уже много турниров играем, и уже всё как на тренировке. Да, есть ответственные моменты, когда там в последних шарах или в последнем партии, там уже тяжело, надо настраиваться. 32 сильнейших игрока – это сливки бильярда в Приворском федеральном округе. Именно они успешнее остальных прошли 10 отборочных этапов и приехали в Ульяновск на суперфинал. Всего в турнире с февраля по декабрь приняли участие 225 спортсменов из 13 регионов округа. Цель этого турнира – повысить спортивное мастерство наших игроков. И на чемпионате России наши спортсмены заняли 4 предовых места на последнем чемпионате. И я думаю, что цель оправдалась. Один из триумфаторов всероссийского бильярдного сезона – Александр Муравьёв из Пензы. В этом году он стал абсолютным чемпионом страны. Всего трёх этапов чемпиона по ВОЖ ему хватило, чтобы попасть в суперфинал. Борьба будет упорной и непредсказуемой, говорит спортсмен. Ведь в программе турнира три вида пирамиды – комбинированная, динамичная и свободная. Этот формат придуман для привлечения каких-то новых людей в бильярд. И поэтому чем их будет больше, тем будет лучше. Потому что людям приятно приходить, смотреть профессионалов, поиграть с ними в одном турнире. С непредсказуемостью Муравьёв попал точно в лузу. Один из фаворитов. Он неожиданно оступился в четвертьфинале. Причём проиграл по всем статьям со счётом 0-3 одному из ульяновцев – Сергея Курманаеву. Правда, и хозяин площадки продвинуться дальше полуфинала не смог. Главный приз при этом разыграли гости из Татарстана. Мастер спорта международного класса Сергей Горословец победил Юрия Шишонина – 3-1. Их финальный поединок продолжался почти три с половиной часа. Михаил Рассашанский. Новость ульяновской правды. Присутствует она.